Привет всем! Я сегодня готовлю картофельную лепешку или она здесь в Италии называется картофельная фокаччо. Значит у меня здесь пол килограмма отваренного картофеля и уже очищенного. В Италии используют для пюре для того чтобы размять картошку вот такой аппаратик. Видите как легко делается. Вот одна картошка уже выдавилась. И вот вторая. Вот таким образом я сделаю картофельное пюре. Вот с этим вот с такой давилкой пюре получается почему-то более клейкое, чем с нашими обычными давилками. Вот я не знаю с чем это связано, но если вы хотите более клейкое тесто вот надо использовать вот такую давилочку. Если у вас нет такое делайте обычное. Это просто маленький нюансик. В этот размятый картофель я добавляю две ложки тертого пармезана. Можно добавить любой твердый сухой сыр. Добавляю немножко куркумы. Где-то половина чайной ложечки. И немножко черного перчика. Все по вкусу. Немного соли. Теперь я добавила муку и сейчас добавила яйцо. Нужно это все замесить и сделать тесто. Теперь я добавляю приблизительно две столовые ложки оливкового масла и продолжаю замешивать тесто. Получается вот такое тесто мягкое и немножечко липкое. Сейчас его нужно отправить в холодильник на созревание приблизительно минут на двадцать. Чтобы оно охладилось и потом мы продолжим. Натираю на крупной терке моцареллу. Нашло время. Тесто хорошо охладилось. Вот я его уже делю на две части. Руки у меня смазаны маслом. И распластываю тесто по дну. В общем если вы возьмете сковородку с более узким дном, то у вас будет лепешка повыше. Если дно будет более широкое, то лепешка будет пониже. Вот так. Примерно вот так. Так здесь у меня шпек котто. Вот видите. Можно взять грудинку любую. Ветчину или бекон. В общем у кого что есть. Теперь я выкладываю ветчинку. Вот этот шпек. Все граммы я напишу под видео. Но это все примерно. Вы можете делать и вариации. Брать больше, меньше. В общем зависит от вашего вкуса. И от того сколько человек будут употреблять эту эту еду. Сыпаю моцареллу тертую. Вместо моцареллы можно брать сыр сулугуни, например. В общем любой сыр, который легко плавится и тянется. Может быть у вас есть что-то подобное. Все продукты здесь можно заменять. Это просто лишь пример. Сыпаю еще тертым пармезаном. Вот любой твердый сыр можно брать. Добавляю нарезанный базилик. Базилик. Вот можно любую зелень по вкусу. Сверху выкладываем вторую половинку теста. Вторую часть. И тоже вот так его распластвуем по всей поверхности. Накрываю крышкой и отправляю на огонь, на газ. И так сковородку я поставила на средний огонек, на газ. Накрыла крышкой. И будет запекаться приблизительно 8 минут с одной стороны. Потом я переверну и будет запекаться еще около 8 минут с другой стороны. Ну в общем лепешка должна просто напросто стать румяной со всех сторон. Вот и все. Вот я вижу что краешки здесь зарумянились. Значит можно уже переворачивать. Накрывается крышка. Вот так. Вот видите. посмотрите какая румяная. И сюда. Вот и все. Вот таким образом очень легко переворачивается. Накрываю опять крышкой и еще около 8 минут. Забыла напомнить что сковородка должна быть с антипригарным покрытием. С другой стороны такая румяная. Красивая лепешка. И она уже готова. Вот таким образом ее переворачиваем сначала на крышку, потом на блюдо. Вот и все. Вот так это выглядит в разрезе. Это очень вкусно. Всем советую готовить такую вкуснятину. До свидания и встретимся в новых видео. Пока.